Здесь страхный балл приходит на Миниле Славов. В свои 14 Никита Рузавин за рулем автомобиля, как рыба в воде. Водить машину научил отец, когда Никите было всего 8. Автоспортом юный водитель занимается второй год. За это время не раз принимал участие во всероссийских соревнованиях. Машинами Никита увлекается с детства, мечтает стать автомехаником. Говорит, навыки, приобретенные в спорте, пригодятся и на большой дороге. Это поможет мне избежать всяких аварий и быть повнимательнее. То есть реакция больше увеличивается. Я считаю, это очень хорошо. Я хотела, чтобы все некоторые дети тоже подтянулись к этому спорту. Потому что это очень хороший спорт. В автоспорт ребята приходят с 12 лет. В первую очередь юных водителей учат чувствовать машину, концентрироваться на дороге и держать в поле зрения все вокруг себя. Во взрослую автомобильную жизнь ребята выходят уже подготовленными. На права сдают с первого раза. Но кроме пользы этот вид спорта приносит еще и незабываемые эмоции. Это адреналин, спорт, это драйв. Не поверите, это такие ощущения, что иной раз хочется самому прыгать вместе с этими детьми. Скоростное маневрирование автомобиля – завершающий этап областного чемпионата. Право попасть в финал получили 10 команд из 14. Те, кто блестяще ответил на вопросы в билетах по правилам дорожного движения. Теперь, показывая великолепное владение автомобилем, ребята рисуют колесами луковицу, делают змейку задним ходом и проходят линейный слалом. Чтобы выдержать все испытания, необходима внимательность и хорошая реакция. Чтобы ответить на билеты за полторы, за минуту, даже за две, нужно сначала быстро прочитать это все, а потом уже осмыслить в голове и дать уже правильный ответ. То есть требуются неординарные такие мозги. А дальше нужно оценить обстановку, которая здесь есть на площадке. Ну и физические, конечно, качества должны, чисто физические. В этом году областной зимний чемпионат по юношескому многоборью прошел в Самаре в 17-й раз. Победители в личном и командном первенстве ждали памятные призы. Лариса Шлафа, Сталина Чемерес, Дмитрий Мешканцов. События.